Лилит, первая жена Адама, о которой забыла Библия. В Ветхом Завете первой женой Адама считается Ева. Однако изначально, в еврейской мифологии, до Евы у Адама была еще одна жена по имени Лилит. Давайте разбираться, откуда взялась Лилит, почему они развелись с Адамом, и как она связана с суккубами из фильмов и компьютерных игр. В книге Бытия, первой книге Ветхого Завета, есть любопытное противоречие. В первой главе говорится, что Бог создал мужчину и женщину одновременно. А затем, уже во второй главе рассказывается, как Ева была создана из ее брата Адама. Значит, логичный вывод, что была еще одна женщина в жизни Адама. Несоответствие вряд ли было случайным. Одна идеология сменила другую, а прежний текст забыли отредактировать. Ведь изначально в иудейской мифологии такая женщина и была. Это Лилит. В Библии она упоминается иносказательно. В книге Исаии фигурирует некое ночное существо, которое живет среди руин. Это и есть Лилит, точнее та, кем она стала после развода с Адамом. Но об этом ниже. Подробнее Лилит упоминается в алфавите Бен-Сиры, свитках Мертвого моря, книге Заар и ряде других древних источников, включая неканонические Евангелия. Из современных религиозных течений Лилит признает каббалистическая теория, одно из течений иудаизма. Это могло бы выглядеть, как простая сказка. Вокруг библейских персонажей крайне много спекуляций. Если бы не один факт. Лингвисты считают, что Лилит происходит от шумерского воздуха, дух, призрак. У шумеров Лилит, это дух мужчины или женщины, умершей в юном возрасте. Шумеры были первой полноценной цивилизацией. Именно они открыли колесо. Письменности стали строить крупные города в современном понимании этого слова. Так что, возможно, мы имеем дело с первым мифом человечества, дошедшим до нас сквозь тысячелетия. Поэтому давайте разберем эту историю детальнее, ведь она влияла на формирование культуры первых цивилизаций. А значит, сквозь века, является... Субтитры создавал DimaTorzok